До выборов в США остались считанные дни. И тут Владимир Путин, известный как Владимир Х, в широких кругах решил дать предвыборное интервью в части процессов, которые сейчас за океаном. И в связи с тем, что дедушка имеет несколько голосов и несколько кукол, он спустился в бункер, взял куклу Дмитрия Анатольевича Медведева, одел ее по самые гланты, и эта кукла заговорила. Дело в том, что, кажется, у Кремля и всей этой тусовки чувствуется некоторое разочарование результатами выборов, причем независимо от того, кто победит на выборах. Значит, Путин, в данном случае ртом Дмитрия Медведева, решил сообщить важное, что нам все равно, кто там победит, главное отдайте нам на растерзание Украину. Сказал таким вот очень суровым голосом, прям чувствуется, что человек стоит на каблуках плотно, твердо на этой земле. Путин, если новый руководитель будет с остервенением заниматься тем, что будет подливать масло в огонь российско-украинского конфликта, это будет очень плохой выбор, потому что это дорога в ад. Это реально дорога к Третьей мировой войне. И любой кандидат из этих двух должен это понимать, что господин Трамп, который уже был президентом и все-таки понимает, как этот механизм работает, а что Камала Харрис, которая не имеет, скажем так, большого опыта и ее критикуют за это, но все-таки она работала вице-президентом. Тот, кто будет принимать решения на продолжение войны, тот будет совершать очень опасную ошибку. Но Владимиру Путину оказалось этого мало. И поэтому он продолжил использовать по прямому назначению своего назаменителя, то есть Путина-заменителя, то есть Дмитрия Анатольевича Медведева, которого заставили написать несколько строк в своем телеграм-канале. Он наехал на всех, на весь западный мир. Назвал Камалу Харриса, Камалу, правильно, Харрис, глупой, неопытной, управляемой и так далее, и так далее. А вот Дональда Трампа тоже обозвали нехорошими словами. И было сразу четко заявлено, что войну ему не остановить ни через месяц, ни через три дня, ни через день. Вот такой вот интересный расклад. Или будет, как хочет Владимир Путин, или будет, о боже, неужели нам опять грозят бункерами? Но если произойдет разрушение всего мирового порядка, если жизнь на планете станет непригодной, то никакой дипстейт не сохранится. Чего они там будут в бункерах сидеть и смотреть в окно, как падает сверху ядерный снег? Общий вывод, который делается на болотах, заключается в том, что Соединенные Штаты в любом случае будут помогать Украине. Не потому, что они нас любят, а потому, что это их вопрос национальной безопасности. Но, вы будете удивлены, оказывается, даже преданные рейху товарищи немножечко сомневаются в своей власти. Ну, та, которая у них якобы от Бога. Потому что самые опытные полковники генерального штаба начали намекать на то, что ребята, но если мы бахнем по штатам или мы им угрожаем ударом по, соответственно, стратегическим, не только стратегическим объектам там, за океаном, то может произойти кое-что другое. А что может произойти? Давайте разберемся. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Здесь мы называем вещи своими именами. Здравствуйте, товарищ сэр. У меня вот вопрос к таким людям, как генерал Гурулев, вот до этого звонил радиослушатель, который призывал Англию ядерным оружием ударить. Вот я просто не понимаю, что они в голове творятся, чего они взяли, что не будет ответ на удары. Они, наверное, пьют и не похмеляются, что ли. Вот такой чушь не сел. Ирина, просто они почему берут ответственность за других людей? Это же сто процентов будет ответный удар, и мы прекратим свое существование. Именно такой позиции придерживается военная ревью. Вот у нас люди, вот такие вот героические генеральчики с сабельками картонными, которые говорят, давайте бить по Вашингтону, по Лондону, по Париже, почему-то не задумываются над ответкой. Если кто-то думает, что есть разница между генералом Гурулевым, больше известным как генерал Боярышник, и Дмитрием Анатольевичем Медведевым, то это ошибочное мнение. Это та же кукла, которую просовывают, как любит Владимир Путин, по самые гланды, и они как заводные удар по Вашингтону, Берлину, Парижу и так далее. Но, смотрите, есть люди, которые считают, что похорошевшая при Собянине Москва, она, ну, в общем, не стоит разрушенных украинских городов на Донбассе. Да, даже Курская область тоже вся вместе взятая, не стоит вот этого. И тут такие первые скромные звоночки, что, деды, может, вы угомонитесь. Причем забавно, когда одни деды предлагают другим, московским дедам, угомониться. Все ради мира и всеобщего процветания. Чтобы и дальше в российской столице строилось активно метро. Да, я тут подумал, что, может быть, они так в землю закапываются не случайно. Может, понимают, чем это все пахнет. Метро – это бомбоубежище. Станция Маяковская, она скоро будет закрыта, потому что там будет ставка верховного главнокомандующего Владимира Ха. Красивая станция. Но, может быть, мы найдем способ, как деда найти и достать там. Она же прилетит, да? Да, мы что-то зайдем. Но что-то прилетит. Вообще, вы знаете, я задумал передачу на следующей неделе с таким вопросом. Почему генерал Гурулев до сих пор не в генштабе или на передке? Он все правильно рассказывает. Он все знает. Он толкает правильные тезисы. Почему он тут затирает штаны на передачах, там, где-то в Госдуме, в законодательном собрании, там, в какой-то области забайкальской, что ли? Вот-вот кого надо туда, туда. Пусть там он и рулит. Потому что он все знает. У него гигантский опыт. Он командовал 58-й самой воюющей армией России. И все знает, как надо бить, как надо выстраивать оборону, как разворачивать операцию, как устраивать. Но все знает, все знает. Бабушки у подъезда сознание теряют от восторга высказываний генерала Гурулева. Бабушки возле московских подъездов любят проклинать приезжих из Средней Азии и восторгаться. Гурулевым, Медведевым, с большой вероятностью, для них он одно лицо. Кукла, которая угрожает всем и вся. Но, знаете, Дмитрий Анатольевич, кажется, главное все-таки он уяснил. Транслируют в массы англоговорящие. Ведь это Russia Today. Они будут это все вещать, в том числе пытаться это как-то разносить по Соединенным Штатам, чтобы повлиять на выбор американцев. Для этого Путин создал эту конторку с безлимитным финансированием Russia Today, столица русской смерти. Специальная военная операция продолжается. А вот если бы она закончилась, скажем, год назад или около того, то мы бы не узнали всего того, что выяснилось о Западе, о его деятельности на Украине. Я имею в виду биолаборатории, лаборатории биологического оружия, черный рынок оружия, отмывание денег. При этом даже Великобритания, к примеру, заявляет, мы будем поддерживать Украину ближайшие сто лет. В ходе этого предвыборного интервью выяснилось, по какому принципу набирают туда сотрудников. Ну да, они должны немножечко говорить по-английски, как это, а еще они должны обладать просто каким-то фантастическим, мягким и нежным языком. Рассказывают тут, значит, если бы не напали, то не узнали о биолабораториях. Хочется этим кретинам сказать. Но вообще-то ядерная программа, боевые комары, дальнобойные гуси и всякое такое, то, что оно по гимному считывает на российских нацистов и отправляется туда. Все это было заявлено непосредственно перед войной и называлось, между прочим, это все в таком контексте, что это причина вторжения. Так что, как говорится, тут мимо. Но мы видим, с каким, как это, знаете, воодушевлением ведущий, вот этот интервьюер, ну просто ласкает Дмитрия Медведева, а Дмитрию Медведеву это нравится. Потому что он же сейчас в роли Путина и вспоминает те далекие времена, когда он сам думал, что он президент России. Это была ошибочная позиция. Эти деньги идут на продолжение войны, войны, в которой гибнет много людей. Причину этой войны я сейчас не буду специально раскрывать. Всем известна российская точка зрения, можно было договориться, но Запад выбрал абсолютно другую историю. Это, по сути, прокси-война, в которой участвует весь западный мир против Российской Федерации. Логика российских нацистов, она всегда такая удивительная. Они сбрасывают бомбы на мирные города, убивают, да, действительно, людей. Но при этом говорят, что, знаете, во всем виноваты американцы, что там европейцы и так далее. А может быть, американцы и европейцы думают на это, смотрят на это и думают. Думают, кстати, по моему мнению, слишком медленно, что с этим нужно что-то делать. Потому что, так как они артикулируют эту ситуацию, им, по большому счету, действительно, все равно, кого убивать и грабить. Будь то Коренево Курской области, будь то украинские хаты, ну или европейские какие-то города. И в связи с тем, что, да, многие европейские города достаточно богаты, они думают, что тут надо как-то подключаться. И подключаются. Это понятно. Я, со своей стороны, вот, чтобы тему стиральных машин раскрыть окончательно, могу сказать следующее. Russian Nazisten. Подсказываю. На Рублевке там такие стиральные машины. Там реально есть чем поживиться. И самое главное. Там значительно безопасней, чем в Украине. Потому что вас там едва ли кто-то накажет. Стреляют на поражение только в Украине. А там что? В случае чего, если банда врывается, все они тихонечко дадут заднюю. Ну, знаете, тут понятно, значит, Путина Медведев или Медведева Путин или Медвепут, неважно. Они тут рассказывают, что они напали на Украину, потому что не хотели в Штатах с ними договариваться. Вот такая вот теперь причина. Не только боевые комары. Если бы западным странам и прежде всего Соединенным Штатам достало гибкости и ума заключить с Россией договоры о безопасности, никакой специальной военной операции бы не было. Но они привыкли всех ломать через колено. Они исходят из принципа исключительности интересов Соединенных Штатов Америки. Это большая ошибка. Знаете, я так скажу, это их когда-нибудь погубит. Как мы помним, по мнению Путина Медведева, соглашение по безопасности, оно должно предполагать изгнание из НАТО тех стран, которые присоединились к Альянсу после 1991 или после 1997 года. Почему кремлевские карлики не могут задаться вопросом в таком ключе? А почему государства стремятся к НАТО? Все ближе к НАТО, ки в Европе. Сколько там рассказывают, что там все плохо-плохо. Почему-то желающих присоединиться к пророссийским организациям и блокам типа Евразийского союза или того же Долбанова ДКБ не просматривается. Но тут, смотрите, эта история, игра в этот кукольный театр по самые гланды. Она же комплексная. Есть глашатые ядерные войны, соответственно, Медведев и Гурулев, их еще немного и полковники генерального штаба сами запинают. А есть персонажи такие очень-очень хитрые и особенные, которые, внимание, начинают работать с другой стороны. Те, которые переехали в европейские страны и теперь топят за Медвепута в таким экстравагантным образом. Говорят, что русских обижают. Везде русских обижают. И с этим что-то нужно делать. Это сейчас будет в эфире, да, подруга. Подруга кого? Вы знаете. Я всегда и говорю, я русский. Я добровольно выбрал принадлежать к этой цивилизации. Какая нехитрая манипуляция. Но люди могут быть разных национальностей, могут быть русскими и ничего страшного в этом нет. В этом нет ни плюсов, ни минусов. Дело не в национальности, а дело в том, что эти люди делают. Потому что есть еще и украинцы, есть американцы, есть евреи. Да, слушайте, национальностей на этой планете очень-очень много. Но только почему-то те, кто лижет трубу Владимира Путина, они считают, что если человек так громко заявляет о своей национальной принадлежности, то это должно использоваться как оправдание российских убийств, людей в других странах. Я когда-то говорил, что Оля Скобеева, она все-таки на порядок честнее и порядочнее Юлии Латыниной. Да, просто служит Рейху, любит деньги, балансягу, ну и всякое другое вот это вот западное. Ну, в смысле, произведенное в странах НАТО. Тут тоже такая закономерность, что самые хорошие товары почему-то делают именно там, в этом бездуховном Западе. Ну, вот тут Юлия Латынина, подруга нашего дорогого Алексея, говорит о том, что вот подоляк он требовал выселить русских, и, соответственно, теперь нам выдвигают претензии в качестве того, что они пытаются или планируют водить хороводы вокруг посольства на России в Берлине. Предыдущее видео достаточно эмоциональное на эту тему. Но тут внимание, почему я говорю, что Латынина, она еще та... Но тему это нужно проговорить. Во-первых, кто такой подоляк? Я не знаю, какова у него должность. Он советник на общественных началах. Примерно что-то типа а-ля Арестович в молодости. И якобы подоляк говорил, что всех русских нужно выселить с территории Крыма. А их, вот как она говорит, 85%. То есть, внимание, значит, это российская негодяйка. Она тем самым сразу четко заявила, что, мол, не было захвата Крыма, а был референдум. Ну, это чисто кремлевский нарратив. И все украинские чиновники, которые иногда действительно могут какую-то противоречивую информацию выдавать. Но в данном случае, считайте, что я защищу честь подалека. Речь шла исключительно о тех, кто понаехал с территории России. Ну, а как вы хотите. А Юлия Латынина, она делает какой-то монтаж такой, знаете, что те, кто приехал после аннексии, оккупации Крыма, то они вот теперь вот местные. Это чисто такая российская тема. Пометили территорию. А подход Украины в данном случае, он следующий. Значит, понаехал из Воркуты на хаос. Едьте домой. Обладатели российских паспортов. Чувствуете разницу? Местного населения это вообще не касается. Но в данном случае, эту женщину одели на руку и используют для того, чтобы рассказать, что Крым это Раша. Мы на такой подход не приемлем. Юля не дура. Она в Россию возвращаться не планирует. Тусуется где-то, если не ошибаюсь, на Кипре. И ведет бурную политическую деятельность по отбеливанию российского нацистского режима. Про последствия она запела. Поет в унисон с другой куклой или куклами. С тем же Медведевым, с тем же Гурулевым. Однако, что она сейчас вкидывает? Это история а-ля кукорла номер 4 этого видео Сергея Лаврова. Который с 2014 по 2022 год на всех международных площадках повторял одну фразу. Что вот, правый сектор планировал изгнать всех русских из Крыма. И готовились поезда дружбы. Ни одного билета на эти поезда представлены не было. А за эти 8 лет долгих бомбили Бомбас. Почему? Потому что это выдумка. Но эти вот товарищи, они сейчас пытаются сказать, что, мол, мы все равно за рейх. Мы убежали на Россию в Европу. И сейчас будем там ходить караводы и рассказывать о том, что россияне пострадали больше всех. Самая пострадавшая нация. И в конечном счете все не сводит к одному простому тезису. Не надо помогать Украине. Но Дмитрий Анатольевич уже все сказал. Все будет. Бомбы, ракеты и смерть российским оккупантам. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Называем здесь вещи своими именами. До зустречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok